На парламентских выборах в этом году предварительно зарегистрировалось рекордное количество наших сограждан из диаспоры. По данным Центральной избирательной комиссии, о своем желании проголосовать заявили более 100 тысяч молдавских граждан, проживающих за рубежом. Больше всего зарегистрировались представители диаспоры из Италии, Великобритании и Германии. В этих же странах мы видели огромные очереди на выборах президента в прошлом году. Люди приходили на участки в 5 утра и стояли в очереди до 9 вечера, чтобы отдать свой голос. Давайте вспомним, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова На последних выборах президента в ноябре 2020 года на избирательном участке и за рубежом также пришло рекордное количество сограждан 263 тысячи избирателей или более 16% от общего числа проголосовавших на выборах президента в прошлом году. Хотя предварительно зарегистрировалось всего 60 тысяч. На выборах президента 2020 года за рубежом было открыто 139 избирательных участков. Учитывая рекордные данные по предварительной регистрации, МИД Молдова рекомендовал ЦИКу открыть 190 избирательных участков за рубежом для предстоящих парламентских выборов. После новости о рекордной предварительной регистрации избирателей из диаспоры, председатель ЦИК Молдова уверил, что на досрочных парламентских выборах будет открыто рекордное количество избирательных участков. Однако в субботу, 5 июня, стало известно, что секретарь ЦИК Максим Лебединский, бывший советник Игоря Додона, предложил открыть всего 139 избирательных участков за рубежом. Хотя первоначальный проект решения предусматривал 162 участка. Предложение Лебединского поддержали члены ЦИК, близкие к партии социалистов. Сокращение от рекомендуемого количества участков за рубежом ЦИК мотивировал ограниченностью финансовых ресурсов. В ответ на это генеральный секретарь Министерства иностранных дел заявил, что возможности для открытия дополнительных избирательных участков за границей есть. Посольство Молдово за рубежом готово направить персонал для работы на этих избирательных участков. В том, что с открытием дополнительных участков за рубежом не возникнет проблем, говорит Иврио, премьер-министра, Аurelio Чокой. Давайте посмотрим. Но деньги есть для открытия больше секций в выбор? То есть, когда сказал м. Максим Лебединский, что вы хотите о подтверждение, что вы хотите получить деньги для открытия эти секции в выбор, и что вы не помните. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году для избирателей из Приднестровья ЦИК организовал 44 избирательных участка, что на два участка больше, чем в прошлом году. И это учитывая то, что служба информации безопасности сообщила об угрозах фальсификации выборов в трех избирательных участках для избирателей с левого берега. В коммуне Коржево Тубасарского района и двух участках муниципи Бендер. Первое решение ЦИК об открытии 139 избирательных участков и второе решение об открытии 146 участков диаспоры были оспорены в суде несколькими конкурентами на выборах. Соблюдать закон и открыть необходимое количество избирательных участков за рубежом ЦИК призвали Коалиция за свободные и честные выборы, Народный адвокат, Президент Молдовы и конкуренты на выборах. Каждый раз на выборах ЦИК сталкивается с тем, что избирательных участков за рубежом недостаточно. Не хватает бюллетеней или просто физически нет возможности принять огромное количество избирателей, желающих проголосовать за рубежом. Каждый раз политики и эксперты говорят, ну все, ЦИК сделал выводы и на следующих выборах уж точно организуют все как надо. Достаточно лишь организовать логистику. Есть закон, регламент, которому должен следовать ЦИК. Но мы в Молдове, где даже логистика превращается в политику. Давайте вспомним, как диаспора голосовала на выборах президента. Нынешний президент Майя Санду получила там 93% голосов, за нее отдали голоса 243 тысячи сограждан из диаспоры. Игорь Дадон, лидер партии социалистов, получил всего лишь 18 тысяч голосов в диаспоре или 7%. Очевидно, что на выборах в июле диаспора будет голосовать за реформистские партии с сильной антикоррупционной, проевропейской и прореформистской повесткой. У блока коммунистов и социалистов нет шансов получить какой-то более или менее достойный результат в диаспоре. Особенно учитывая неоднократные выпады Дадона и других социалистов в отношении диаспоры. Как социалисты только не называли диаспору, параллельным электоратом, буржуями, которые шикуют и жируют в Европе, тем самым еще больше разделяя молдавское общество. Только наши сограждане уезжали за рубеж не от сладкой жизни на родине, а наоборот, потому что не было возможности обеспечить достойную жизнь здесь, у себя. Уезжая за рубеж, они соглашались на тяжелую и часто унизительную работу, потому что молдавские политики, в том числе Игорь Дадон и Владимир Воронин, будучи десятилетиями у власти, лишили их возможности достойно жить дома. Сначала они вынудили наших сограждан уехать из-за своей бездарной политики, а теперь, не желая расставаться с властью, они пытаются лишить их права голоса. Примечательно то, что они создают условия для голосования сограждан, чей голос можно получить за содержимое из кулька, а там, где люди сознательно преодолевают сотни и тысячи километров, тратят свое время, чтобы отдать осознанный голос, они выстраивают дополнительные барьеры. Я не хочу никого обидеть, но мы не видели видеокадров с подкупом голосов из диаспоры, но мы видели множество кадров о том, как покупают голоса сограждан с Левобережья и организованно подвозят их к избирательным участкам. Не они сами организуются, а их собирают и привозят к избирательным участкам. Мы также не видели попыток правительства социалистов пресечь эти незаконные практики, наоборот, они их стимулируют. Стимулируют, потому что им проще решать вопросы с теми, кто готов продать голоса за деньги. Заплатил деньги, получил голос и сделка завершена. Потом у того, кто взял деньги за голос, нет морального права спрашивают, что его избранник сделал за 4 года. А те, кто голосует осознанно, могут и задают такие вопросы. Поэтому важно стимулировать осознанный выбор, давая возможность всем, кто голосует осознанно, реализовать свое право. Каждый осознанный голос важен.